В КФУ продолжается цикл мероприятий, приуроченных к 215-летию со дня его основания. Так, 5 декабря был проведен товарищеский матч по хоккею между сборными командами Казанский Юлбарс и Казанского федерального университета и Гагарин Акбарсбанка. Мероприятие открыли ректор КФУ Ильшат Гафуров и председатель правления ПАО Акбарсбанк Зуфар Гараев. Мы реализуем много программ, но вот на льду встречаемся сегодня с нашими друзьями, с командой Банка Акбарс. Называется эта команда именем нашего великого гражданина, первого космонавта Гагарин. Ну а наша команда Юлбарс, это как тигры в дороге, дай бог вам всем удачи и состязаться только в спорте и на этих прекрасных площадках. Поздравив присутствующих с 215-летием Казанского университета, Ильшат Гафуров совершил символическое вбрасывание шайбы, тем самым дав старт игре. В КФУ все очень круто со спортом и в первую очередь делается это для студентов и не только тех, которые играют там на площадке для нашей сборной, а в первую очередь для тех, кто придет на трибуну посмотреть крутой хоккей, отпраздновать 215 лет КФУ и в принципе кайфануть. Развитие студенческого спорта в ВУЗе является одним из приоритетных направлений в работе с молодежью и имеет системный характер. Основные задачи, которые университет ставит перед собой в этой области, это привлечение максимального количества обучающихся к регулярным занятиям физической культуры и спортом, участию в спортивно-массовых мероприятиях и проектах, а также формирование у них культуры здорового образа жизни. А это в конечном итоге является важной составляющей частью процесса формирования активной и здоровой нации России. Прекрасно, что ректор уделяет такое большое внимание спорту и что у нас есть такая возможность при полных трибунах показать ребятам, как мы умеем играть в хоккей. Ведь хоккей – это праздник, и поэтому я благодарен, что нас собрали здесь и предоставили возможность сыграть. Несмотря на волнение, спортсмены уверенно показали себя на льду и показали зрителям интересную игру. Команда Казанского университета победила со счетом 4-2. Валерия Мратова, Ленардо Валесьяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова